добрый день дорогие друзья хорошей недели у нас новая недельная глава называется нашла написано что всевышний скалмаше пошли от себя людей в разведку каждый из них должен быть вождем всевышний нам сказал идти в страну страну которую нам обещал страну к нам мы перед тем как пойти просим маша послать разведку мы боимся чтобы разведчики посмотрели где более безопасное место чтобы нам пройти чтобы нападать на такие города которые мы сможем победить они на огромные города вот как-то так мы боимся за своих детей мы говорим мы боимся всевышний скал машину что если ты хочешь пошли от себя людей я не послал им просто идти в страну у вас есть облака славы у вас есть ковчег завета который вам ровняет дорогу врагов побеждает вам не на ничего делать только идти в страну вы хотите послать разведчиков посылает себя маша выбирает людей выбрал 12 человек левиты сразу отказались им это не интересует их они четко верят всевышнему но 12 колен нужно было выбрать по одному человеку самых достойных людей выбрали маша еще спрашивают у всевышнего вот я называю этих двенадцать людей они праведники всевышний да все они люди достойные и дописано каждый из них должен быть вождем не то что у нас вождей нет они погибли то есть старейшины погибли у нас при тавере когда вышел огонь бога сжег край стана прошлого года мы читали когда мы требовали еды когда нам этого было мало мы начали плакать кто накормит нас мясом и тогда написано в тигрим 78 что был мор и всевышний лучших в израиле повер после этого имена вождения называются и тут перечислены люди которых называет маше допустим например он говорит что от колена риувена пойдет шамуа сын закура если мы можем подумать что это тот же вождь нет и там был другой вождь ресурсын ждаура его звали его уже нет а вот от колена шимона вождя звали шумельцын сурешадая а тут шафа цинхари а если возьмем допустим колена ягуды так там был вождь нахшон сына минадава князь иудейский нахшон отец алмана дедушка база тот-то первый в море вошел родитель царя давида а зе идет калев сын ефуны ефуны это не имя его папы это переводится как выставил в разведку разведки выставил разведки его имя калев сын хицерона хицерон перец а перец сын иуды но мы это знаем вот так и даже от колена и сахара кто у нас здесь нетель цинцуара был вождь такой а здесь кто и галь сын иосифа то есть совсем другие люди это новые вожди и есть комментаторы которые говорят что они вожди только в своем колене они небольшие люди то есть говорит что его шан вообще был пятидесятникам в общем небольшие люди но своем колене были люди хорошие достойные выдающиеся нам конечно это трудно понять потому что нам как надо объяснить потому что как мы можем понять если мы читаем что и гоша сын нуна он у нас военный министр страны он замеситель маше по всем вопросам у него почти не шестьсот три тысячи пятьсот пятьдесят воинов при пересчете он ими руководит он воюет с ними он полностью боевой начальник как его может быть пятидесятник а нам это трудно понять даже взять калево сына и фуны где все возглавляет станы гуды получать им в почтении еще два стана и сахар звулун это же огромное войско как как он может быть пятидесятником или кем-то еще маленьким нам это трудно пойду комментарии требуют дополнительных разъяснений впечатление что это были настоящие вожди самые лучшие люди в стране на которых мы и полагались так нам больше можно понять и назвал маша оша сына нуна и гоша почему он так назвал потому что очень большой соблазн подумать о себе в этот момент когда пойдут в разведку первую очередь и себе и поэтому маша тоже это понимает он берет букву ют которая осталась свободной от имени сарай аврагам у него жена была сарай она стала сара он был аврам стал аврагам когда взяли обрезание сара сарай потерял эту букву ют и вот маша сюда применил и оша скромный ученик его становится и гошу вот так то есть имена имеет огромное значение что они должны были сделать они были просто пойти высмотреть страну посмотреть и рассказать что они увидели больше ничего от них не требовалось вот так не надо было делать никакие выводы просто прийти доложить народу сказать маша первую очередь прийти потому что на их посылает прийти сказать видели то 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 что то вот такие города такие поселки такие границы такие крепости вот это должны они были увидеть вот так вот она сегодня наш урок заканчивается робл дан за поднятие души мой шибин давид берта бат исраэль клара бат сергей памяти павел бен эфим яков бен ахум блаир бен григорий за здоровье светлана батлара шолом йона бен цара шимон бен исхак и на бат мира борис бен мария мой шибин маня анна бат ривка игорь бен кира полина пер бат соня сура лена баклара давид бен стела жена бот ида рахель бат лилия анна бот илена стейла боттейла эфим бен истер и наводора дворо вот мирям станислав бен рахель моисея бен ева ирина бот дворо ёсси бен раиса и нес about mail евгений бен берта евгений бот и тафира бат она геннадий бен лена елена бат инесса ольга бот светлана йосиф дан бен цара таня бот фрида и добат рива вадим пенгатян а юлия бот бело яков йосиф бен рахель шимон бен мира фейга бот берта ася бот года марк беннина ир бат вера лермен клара рафаэль бенклара хана цепора бацара и до Михаил Авива, Фим Бен Соня, Майя Батфаина, Алексей Бен Ольга, Гая Бацарин. Мазл Марса Сгула, Ирина Батури, Арон Ария Бенури. За хороший дух Арон Ария Бен Двойра, Низ Бен Ахум, Авигаль Бацара, Хана Батабрагам, Рафаэль Эрлен Бен Нариса, Галя Батгидалия. Парнаса Эбрюд Лавирум Бен Рая, Анна Бат Александра, Марина Батрая, Бориза Марина, Алексей Бен Наталья. Всего хорошего Олегу Марченко. Всем браха Парнаса Каванам Мазл то, что мы это время не грешили. Срочно закончится эта страшная война. И до следующих встреч. Надеюсь, состоится завтра в 15 часов. Шалом шалатов.